у меня вот смотрите может появится нет 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 еще то у вас и у меня у всех нормально мы смотрим но я вот видите вас никогда не вижу и глади тихонович вопрос давайте я я люблю говорить о библии о христе больше не ничем не интересует но есть и косвенные вопросы тоже по библии вопросы про тысячелетнее царство вопросы про тысячелетнее царство вы вообще абрама фаста слышали абрама фаста до немец нет не знаю все какие толкования у них есть других по тысячелетиям старта они друг у друга как уже пророки ворует и все нет 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 абрам фас это если бы вы захотели бы что именно в чем разница у него то что я говорю но это ладно я просто так говорят что воскресение будет а потом на земле будет тысячелетие царства а грешники не воскреснут так учат да а воскресение первое воскресение это значит праведников праведники а грешники останутся в могилах да 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 2 господь говорит жатва горит кончина века оставьте россии плевел и пшеница еще дурит то это явно пишут говорят антихристы ну 13 главу матфея откройте я люблю библию любишь библию так исполняю и первое воскресенье надо разобраться что такое первое воскресенье первая смерть первая смерть это духовная духовная день который вкусишь умрешь смертью христос когда нам-то не умер но он умер духовно и теперь спят стать спящий воскресни из мертвых осветить тебя христос ефесянам 25 и нас мертвых по преступлениям воскресил где воскресил когда уверовали вот лука 15 глава евангелия от луки сын мой был мертвый ожил пропадал и нашелся нажила жил вот от первой смерти первое воскресенье от второй смерти телом второе воскресенье общее будет честнее ясно это все перепутано в мозгах то потому что люди не церковная оставьте россии вместе господь говорит нет у нас на тысячу лет раньше ну как раньше-то когда господь верт оставьте но я прежде скажу выбрать клевел а тут прежде пшеница но явно что кверх ногами все стоит это враги божьи говорят так только если ты любишь библии ты ни одного слова не добавь прича соломона 30 глава 5 6 стих не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом а когда считаем откровение 21-27 году щас лжецов в озере огненном еще туда дорогу протаптывает и знаете тихоныч я не понимаю в чем противоречие все мертвые которая на кладбище апостол павел и сталин и ленин воскреснут в один день вот чем а тут сначала праведники потом грешники библия то так не учат нигде этого нету это выдумка сектантская заблуждение тут даже вообще доказывать не все читайте евангелие жадная причина века жатва горит и оставьте расти до жатвы вместе и я скажу прежде соберите плевел а а здесь прежде собирают пшеницу воскреснут праведники ну пшеница то праведники плевел и грешники тут толковать то не надо это надо вообще уже никакие мозги иметь то и совесть сожженную против евангелия воюте я христианин люблю библию да как какой же ты христианин то когда и в библию под ногами топчешь я конкретно говорю матфея 13 главу хочу это записывать я говорю на ветер вы сейчас положите трубку и забыли вы записываете 13 глава рукой записал чтобы знать запомнить одну строчку вы очень быстро говорите ну хорошо матфея евангелие тринадцатая глава стих то какой мы сейчас я вам скажу какой стих надо я не думал что вам нужен будет ухватит не матфея ну давайте пишите матфея 13 39 хорошо все враг посеявший их есть дьявол это привела жатва из кончина века а жнецы ангелы 39 но и посему как собирает плевела сожигает огнем так будет при кончине века что тут непонятно ты не пойму никак будет при кончине века сего пошлет сын человеческий сорок первый стих ангелы и соберут из царства его все соблазны и делающие беззакония и вернуты в печь огню там будет плащ и скрежет зубов это кончина века но сначала грешников не а тогда сорок третий стих праведники воссияет как солнце кто имеет уши слышат да слышат кто наоборот город это глухие аспиды змеи что тут толковать вот одно возьмите 13 глава я вам показал какой стих прочитайте сами оставьте россии вместе не дергать и никаких царств не будет больше если одно царство небесное которое является во христе имеет жизнь вечную верующий сына божий имеет жизнь вечную а это и есть царство а 40 30 стих прямо тогда праведники воссияет тогда за когда грешники будут брошены в огонь у вас сначала тысячелетнее царство первое воскресенье первое на небо праведники вознесутся грешники тысячи лет еще будут жить воевать а потом в огонь да нет этого в библии а то выдумка сектантская скудаумия явнее церковь не церкви там у систины то нет мозги то бог сбекренил и все но игнать этих есть же предпримой текста блаженный свят имеющего первое воскресенье это вы еще толкеть это какое воскресенье вы куда и то сихто делится когда воскресенье будет общее воскресенье уже первое воскресенье это духовная когда человеку вер H recherch music location и телесное если вы обратились пока и визу это первое воскресенье сын блудный вернулся отец сын был мертв и ожил ожил это воскрес как он воскрес вернулся к отцу вот это блаженность от имеющего счастья воскресенье первым а какая откачу отключат от первой смерти которой адам умер от непослушания водами все умирают написано во христе все живут хорошо ладно второй вопрос это понятно просто сначала давайте до конца вы верите что будет общее воскресение вообще будет воскресенье конечно не лукавьте я говорю общее для всех для праведников для грешников в это верите никакого не будет первого воскресенья тела но одновременно с грешниками 1 воскресенье это душ касается уверования нам прыгать не надо зачем нам бегать до коняшки то вы до сначала добейте вот этот вопрос что вы заблуждаетесь принесите покаяние тогда будет дальше разговор у меня нет времени зря это болтолог это заниматься я даю вам чистое знание давайте считаем снова матфея 1339 жатва есть кончина века вы в это верите ну конечно дальше враг посеявший есть дьявол но посему как собирает плевела плевела это грешники огнем сожигает так будет при кончине века сего вот этого верите что это будет при кончине века я не знаю о чем думать и когда тут ясно написано тут никакой причита нету как собирает плевела огнем сжигает так будет при кончине века сего 40 стих в это верите ну и вот и все это и есть упрямство упорство я но судя по всему есть есть кстати матфей 25 глава открывайте давайте козлов я знаю есть такое козлов ну давай считайте 31 стих когда же приедет сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним тогда сядет на престоле славе свои вы верите что так начнет кончина века ну естественно и соберутся перед ним все народы я делит одних а других вот тогда отделит они за тысячу лет раньше ты чего вы дурите то я делит уже кончина века отделит он только тут отделяете за тысячу лет какое первое воскресенье то это надо быть слепым и глухим чтобы как пастер отделяет ответ как козлов и поставит овес по правую сторону козлов поливы когда поставить на суде божьем а вы за тысячу лет раньше поставили какое первое воскресенье то блаженный след имеющий участие воскресенье первым то есть кто уверовал во христа воскрес при жизни земной сын был мертвый а жил у вас библия то в руках не держит она вся разваленная одно место схватили первое воскресенье но ясно что не сходится как маленькие ребятишки главное играют библии и дальше тогда царь скажет тем которые по правую сторону придите благословенные когда он скажет тем которые праведные не за тысячу лет раньше воскресенье первым а скажет на суде божьем это надо быть каким совсем уже богохульником чтобы слова божий так топтать мы в это придите благословенные он тут когда скажет они за тысячу лет раньше вот это все баптистское учение вот гнильем этим покрыто что ни возьми везде все неправильное толкование церкви нету а я спасаюсь я уверовал бритые яйцо хорошо это тогда скажет тем которые по праву тогда тогда когда а когда сядет когда ангелы когда огонь уже горит тогда скажет не за тысячу лет раньше с этим согласно но можно с покаяния это бог не дает до любой еще сказал бы заблуждался прости господи а вот уперлись явно что уже понятно все нет вы боитесь глаза открыть на истину это общее сектантское состояние вы на испыта не ходите священников то нету в упорный как козлы по левую сторону и стоите там господь говорит верным своим а какие вы верны когда вы писание это все извращаете тогда скажет им тогда тогда 3 черт из них благословенное наследуйте царство а вы старство их за тысячу лет раньше отправили ну раскаиваешься или нет заблуждение своем если покаяния нет нам больше встречаться не надо время просто не отнимайте у меня она я второй вопрос второй мы дальше не пойдем пока вы не будете у на так не принято беседовать второй вопрос чем мы козлы прыгать по горам вы верите что отделит на суде божьем а не за тысячи лет раньше вы пока оставьте это чай то вы в это верите что вместе воскреснут праведники и грешники и господь отделит их на суде божьем не за тысячу лет раньше можно вопрос скажите сейчас сейчас можно дамы же скажите о чем думаете тут прямым текстом написано о чем думаете я не пойму перестали а слово я хочу вставить ну давайте вставляйте я я вот то что вы меня выделили на это я об этом я не первый раз об этом думал вы думаете я первый раз и я читал много читал и у баптистов они склоняются к тому что церковь это одно а ведь сколько на протяжении тысячелетий были жили люди которые не знали христа элементарно у них не было вам не надо выдумать тут написано верное зачем разделять эту баптистов тогда свои слова написано праведника поделить не нам решать кто праведник но главное что праведники воскреснут в последний день ямуных отделит вот баптисты думают разделяют все разделять там ада дурнина прямым текстом написано тогда 34 стих тогда скажет не раньше игру какую-то устроили с библии в руках как шут с бубенщиками на эстраде бренин бричи то ничего нету тогда скажет царь вот учение православной церкви чая воскресенье мертвых одновременно воскреснут до суда божия до архангельской трубы и тогда при архангельской трубе все восстанут павел говорит об этом тогда об этом и его говорит об этом все пророки говорят а вы приз пристали к этому же учению это теперь выборно выдраться не можете вам раскаивается надо тогда скажет царь когда суд божий впереди игрок тогда сядет он и все народы восстанут и народе лет козлов отделить от козлов а вес то когда на суде божьем а у баптистов за тысячу лет раньше а в каждом годе триста шестьдесят пять дней они ошиблись триста шестьдесят пять тысяч дней маленько ладно вы в хронологии верить и кранула зачем верить она есть мы знаем какой вот идет до христа пять тысяч пятьсот восемь и сейчас 2014 число 666 будет ставиться до того как сатану сковали или после после когда он будет раскован на три с половиной года когда он освобожден будет но незримая печать ставится от первого человека дома а когда уже вот этот шестьсот шестьдесят шесть это будет три с половиной года сорок два месяца это евреи с колена данного церкви это толкование с первого месяца и и существования игнатий тихонович но ведь по хронологии именно шестьсот шестьдесят шесть будет ставить антихрист и до того как сатану скуют до того я вам сейчас объяснил вы мимо пропустили антихрист большой буквы давайте назовем это один который над всем миром а теперь апостол ян говорит кто антихристы появилась много антихристов наконец он один на тихий антихрист и каин антихрист а ведь святой маленькой буквы антихрист грешник он против христа нет это понятно но будет еще человек греха который вот в я вам ответил 42 месяца три с половиной года вируса римском храме он сядет и будет царствовать над каждым языком народом и племенем и будет ставить печать и не продать не купить кто не имеет печати это три с половиной года будет это реально будет а это реальный антихрист будет то есть много будет но вот такой самый главный кончина мира да но ведь но ведь это на все написано перед перед как его перед тем как сатану сковали перед на малое время сколько времени времена полвремени времени это год времен два и полвремени полгода это даниил сказал еще три с половиной года по любой хронологии понятно что шесть три шестерки ставится до того как сказал вы не приняли ясно что мозги запудрили вам когда прямо говорится об этом тогда скажет и он убьет духом у своих антихристов он убьет его не до и будет развязан на малое время вы считали какое малое время три с половиной года но ради избранных дни те сократятся дни гонений дни скорби великой доказать церковь на небе каких избранных то откуда они взялись то но и ради избранных дни те сократятся ясно что они на земле это сатана придумал такое баптистское толкование оно не божье они обольщают людей церковь будет восхищена он придет церковь на земле они не готовы вот чем беда то они людей то не готовят к встрече антихриста они спасенные уже на облаках сидят так вы в это верите что я сказал или нет это слова и она богослова не мои слова я не имел права с вами выйти разговоры ну да это вы сами говорите или кто-то за вас говорит нет это я просто читал что и баптисты они не советуют человеку мало подготовленные выступать вот они заблокировали а мы наоборот советуем у нас кончится богослужение идут баптистам к адвентистам мы их никого не боимся они как мошкара разлетаются у них нет истины то я вот сколько был сколько людей пришло из баптистов стали православными батюшками в моем доме только самое знающее нынче у меня пишут то пресс-витератор руководители сектантов заочно только по интернету пришли стали верующими православными оставили свои бредни пьяных старух враг посеявший их есть дьявол вот это в мозги дьявол насеял я не имел права где это написано такое когда написано всякому требующему вас отчета дать ответ скротность и благоговерность всякому требующему 1 Петра 3.15 я даже не требовал вы сами вышли а я а вас кто-то спросит вы обязаны ответить они так вам сказали а вы ни кем не разговариваете это попы так учат а сектанты у них переняли вы перед каждым должны отвечать смело и свободно воскресенье одновременно будет никаких первых воскресенья не будет первое это духовное воскресенье потому что книга откровение духовное она по-духовному толкуется был я день воскресенье в духе вы еще забыли там что в начале то написано с первого по восьмой стих прочитайте так я вам не нужен не ну а мне а почему вот вопрос я вам не нужен потому что истина к вам не пристает а что баптисты сказали вы это держите нам зачем беседы я вам ответил все что есть подождите подождите ну как же так по хронологии вы нарушаете по хронологии написано что три шестерки будут даваться до того как сатана где вы это нашли покажите хронологии и это до того покажите хоть одно место библии это да нет этого нигде это бредни вы совсем не библию в руках не держите то любой кто придет вы ему скажите покажите где это будет до он его убьет явлением уст своих истребит написано сатану истребит сатана будет вот эти 666 перед самым пришествием христа вплотную а у вас до все перепутано так на этом разговор закончен ну ладно вы больше не звоните у меня времени нет до свидания отключайтесь нажмите отключение у нас это у вас есть acceso